Как эти новые правила будут работать? И по какой схеме планируют монетизировать льготы? Давайте зададим эти вопросы Андрею Реве, министр социальной политики Украины, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, вот как рассчитывался размер вот этих выплат вместо льгот? Люди жаловаться начали, что 30 поездок им мало. В соответствии с законом, который у нас есть, который принят еще в 2000-м году, про государственные социальные нормативы и социальные стандарты, предпочено, что любые пильги, субсидии и все то, что государство дает людям, оно должно надаваться в межах певных государственных нормативов. И, соответственно, эти нормативы разработаются соответствующими компетентными органами. Если мы говорим про житлово-комунальные, например, нормативы, то в 2014 году, когда они были впервые введены в систему субсидий и пильг, они разработались на замовление уряда с УСАД, обстеживалися домогосподарства, которые использовали житлово-комунальные услуги, и так-так появились первые нормативы в сфере ЖКХ. То же самое, когда мова идет сегодня про пильговые перевезения в городском транспорте, тоже шло обстежение, соответственно, обраховывалися кількість пильговиков, кількість поездок и так далее и тому подобное. Вы должны понимать еще одну очень важную вещь. Пильговики живут не только в Киеве, они живут и в селе, и тоже имеют право на пильговый переезд. Но тот, кто ездит в городе, он ездит и за себя, и за того, кто находится в сельской местности. И таким образом, люди, которые сегодня практически используются пильгами, они используются пильгами, в то время как и другая часть людей, которая тоже имеет право, такими пильгами не используются. И поэтому при розрахунках все это было враховано. И урядом были затверждены, абсолютно правильно было сказано в сюжете, минимальные размеры государственных социальных грантей. Потому что каждая местная влада, которая будет проводить монетизацию на своей территории, а согласно с законом отшкодирования как раз за пильговый проезд, это компетенция местной влады, она имеет право установить свои нормативы. Но не ниже. Это очень важно. Мы же прекрасно понимаем, что не у всех грамотных есть равные возможности. Но это норматив самый меньший. Вы меньше не имеете права людям дать. Больше, пожалуйста. Я думаю, что такие места, как Киев, Харків, Одесса, Днепро, Львів, я думаю, что Днепро поможет. Если у нас сегодня на депозитах в органах местного собреждения лежит 60 миллиардов гривен, то говорите сегодня про 60 миллиардов. Тут важно, чтобы люди захотели, это все-таки деньги местного бюджета, понимаете? Но теперь очень важное вопрос. Мы выбираем местную владу, в том числе те люди, которые имеют право на пильговый проезд. И они в праве задать вопрос любому керевнику, любому местному городу, дорогие. Одна справа, когда раньше, до децентрализации, у вас не было денег. Это было понятно. Но когда сегодня у вас десятки миллиардов лежат на депозитных рахунках, точнее, не ваших, наших бюджетных коштей, то, наверное, можно частину их направить и на забезпечение кильгового поездка. Господин Министер, потому что сейчас еще важно, чтобы местные власти вообще захотели работать с системой монетизации льгот. Вот смотрите, пример Харькова. Отказывается на сегодняшний день. Получается, не вся Украина будет монетизировать льготы? Мы, это вопрос, все же таки, понимаете, что мова идет о кошти местных бюджетов. Мы оставили это право на рассуд местных городов. И там, где местных городов считают, что нужно оставить старые нормы, они оставят. Там, где люди больше прогрессивно думают, и там, где они смотрятся на перспективу, они, напевно, сейчас уже сидят и рассчитывают, как все-таки это сделать правильно. С тем, чтобы обеспечить права людей, обеспечить права перевозчиков, обеспечить права территориальной громады и обеспечить гармонию в стосунках. Перевод льгот на проезд в денежную форму – это только первый шаг, я правильно понимаю? Если да, то когда будут переведены, состоится монетизация льготы на другие сферы услуг? Ну, например, оплата коммунальных услуг. Когда она будет выдаваться на руки? Ну, когда мы говорим про житлово-комунальные услуги, тут легче ответить, потому что у нас в минулом году принятий закон про житлово-комунальные услуги. Он предбачает, что с 1 сечня 2019 года в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, субсидии должны платиться безусловно гражданам. Сегодня они платятся напрямую виконавцам коммунальных услуг, або, если говорить о мешканцах УСББ, платятся на рахунок УСББ, которые их разносят по рахункам мешканцев. Но с 1 сечня 2019 года закон нас обязывает до этого времени принять соответствующие нормативные документы, чтобы выплатить людям непосредственно гроши. И точно все это успеют у нас сделать? Если есть закон, мы обязаны его выполнять. Иначе просто в правовой державе неможливо. Хорошо. Когда в нашей стране заработает уже полная система монетизации всех видов льгот, да? И как будут выплачиваться эти деньги на руки? Вот мне интересно. Алексей, вы знаете, я... По частям бегая по разным инстанциям, выклянчивая? Или просто люди будут получать добавку к пенсии автоматически? То, что вы сказали, это принциповое и важливое вопрос. Потому что что такое цивилизованная страна? Цивилизованная страна – это та, которая надает современные, цивилизованные, качественные административные услуги. Что мы хотим от страны? Я бы еще добавил без унижения своих граждан. И если вы посмотрите на то, что делает наш уряд, когда мы проводили программу строительства по регионам центров административных услуг, сначала мы это сделали в Виннице, а сегодня у нас, у нас этот год, больше 20 территориальных громадок, мы співфинансируем строительство прозорных офисов, где людей будут обслуживать самим цивилизованным, таким современным способом. Вы можете даже в городе Киеве проехать в Святошинский, где в прошлом году был открыт Центр административных услуг. До речи, его співфинансировал уряд. Вартость проекта была 76 миллионов, из них 18. Это на условиях співфинансирования, соответственно, до нашей урядовой программы. Это лучший сегодня центр в Украине. В Харкове, подивите. В Харкове, в целом, у нас передовым городом и первым два центра открыли в рамках этой программы. Что я тут могу сказать? Тут главное нехороший пример. А чтобы этих примеров было как можно больше, больше и больше. Спасибо, что нашли время. Андрей Рева, министр социальной политики Украины, отвечал на мои вопросы.